девочки вот это шиповник это точно шиповник и синего какие пимпочки сейчас немножко подсоберу что вот это что за растение это барбарис интересное такое и ягодки маленькие а вот боярышни сейчас я тоже немножечко соберу идем больше похоже на гранат и не в листочки другие такой не колючий это калина а Привет-привет! Ну что, я сегодня собирательством немножко позанималась, поездила по местам мною, найденных давно. Но собрала еще яблок, собрала калину, черноплодную рябину, шиповник и боярышник. Ну то есть всего по чуть-чуть, знаете, так морсы поделать, то да сё, букетик красивый. Ну в общем, подышала свежим воздухом, брала опять яблок, но они уже такие зимние. Может быть, кстати, их попробую мочить, но мне кажется, это не антоновка, это скорее всего семеренка, они более темные. Антоновка, конечно, вкуснее, когда их замачиваешь, но посмотрим. В общем, дары природы сегодня я набрала, так что вечером мне будет чем заняться. Дождь был, голову еще не красила, поэтому такая у капюшончики. Все, еду теперь в сторону дома, дождик пошел, пятый час, ну прям уже, знаете, так прям, ух, прохладненько, мокренько. Где оно, бабье лето? Оно было? Там было-то, по-моему, два дня теплых. Это было бабье лето? Уже конец сентября, все, сейчас должна стать золотая осень. Ну как бы уже все, все желтеет прям вот на глазах, но тепла-то нет. Вот, я еще хотела несколько усадеб посмотреть. У меня еще в карьерлю берет с Кэндэс ездить, там вид осенью очень красивый, ну вот за счет того, что все желтеет. У меня еще столько планов, где хорошая погода. Короче, ладно, хватит трындеть, еду в сторону дома, краситься, урожай перебирать, обрабатывать, смотреть, что куда. Ну вот как-то так. Все, вам отличного дня и хорошего настроения. Все, пока-пока. А что, пока-пока? Я только начала влог снимать. Все, простите. Тихо, тихо шифером шурша. Крыша едет очень-очень не спеша. Просто не планировала снимать. Тут прям раз. Приеду домой, покажу вам отличие от шиповника, от боярышника. Не только на листьях, но и на ягодках можно отличить. Переехав в загород, я становлюсь знатным биологом. Биологи же растения, нет. Нет, биологи животные. Ну, короче. Короче, девочки, все, едем домой обрабатывать наши дары. Заодно покажу вам всю эту лесную радость. Смотрите, какой дом на колесах. Топмаш тревел. Продажа и аренда автодомов 4 на 4. Круто. Но ведь круто же. Кру-то. Я в Чулково, в пятерочку пришла. Продолжение следует... Да, интересно, сколько это экибана простоит. Пять минут или десять. Что, вся гвардия на месте? Скорее жрем. Жрем, жрем. Это же вкусно. И увлекательно, да, Дусь? Ну что, смотрим дары лета. Дары осень. Ящик с яблоками. Слушайте, ну они, конечно, зимние, но это не Антоновка. Хотя похоже. Но они чуть зеленее. Ну, наверное, тоже можно помочить. В общем, подумаем. Дальше. Во-первых, листья смородины. Для чего? Для замачивания яблок. На дно. Ой. А тут... Шиповник. Вот, кстати, сейчас я вам покажу, чем шиповник. Отличается от боярышника. Чем, да? Сейчас я вам покажу. Пимпочками. Да, вот здесь вот более такие, да, длинненькие. А тут вот так вот. Ну и, собственно, листочками. Да, вот так вот. С пимпочкой. Боярышник. Без пимпочки. Шиповник. Ну и листочки, видите? Такие у боярышника. Ой, такие у... Да, такие у боярышника. И вот такие вот у шиповника. Так, дальше черноплодная рябина. И калинушка. Ну, в общем, помою это все, обработаю. Что-то на мочение пойдет. Что-то заморожу. Буду делать морсы. Калину бы хорошо перетереть с сахаром. Очень классная вещь. Но она, конечно, горьковатая. Можно ее, кстати, знаете, как горечку в колене убрать. Можно ее вот прям в таком виде, ну, в чистом, естественно, в чистом сухом, бросить в заморозку буквально на пару часов. И ее морозцам ударит, и все. И она уже не будет такой горькой. Хотя мне, наоборот, нравится этот вот горький привкус. Ну что, все. Мой вечер сегодня определен, да? И еще одно сравнение. Вот это вот Антоновка. А вот это вот то, что я насобирала. Я думаю, что это Семиренко. Либо какой-то другой, но тоже плотный такой сорт. Ну, конечно, для мочения лучше всего Антонка. Антоновка, она получается, конечно, вкуснее. Я в прошлом году закрывала Семиренку и Антоновку. Конечно, Антоновка получается вкуснее. Но с этим же тоже теперь надо что-то делать. Дульсина и в блуде, скажу я вам. Ну что, шиповник готов. Видите, я вот так промокнула. И все я сейчас складываю в зип-пакет. Видите, чтобы самой не перепутать будет, где шиповник, где боярышник, я вот такую вот себе штучку положу. И здесь у меня черноплодная рябина. Тоже сейчас ее выложу сюда, чтобы она стекла. И тоже заморожу. Какова красота! Видите, всего-то один пакетик. Помощник. Выкладываю сюда черную смородину. Черноплодную смородину. Ее нужно будет немножко оставить для мочения яблок. Остальную просушите. Тоже в пакетик. Прямо вот можно с этими с плодоножками. Хотя, конечно, может лучше порезать, обрезать. Потому что удобнее будет отжимать. Ну, короче, ладно. Сейчас возьму ножнички, да, обрежу. Все-таки я же для себя делаю. Намочение я оставлю гроздьями в банке. А на компоты наверное, все-таки поднапрягусь. Не знаю, девочки, сейчас подумаю. Сейчас еще подумаю. Но это пока пусть обсохнет. Ну что, все. В принципе, ягоды я основную обработала. Сейчас уже включу консериальчик и эти обстригу. Эти обстригу. Вот это сейчас дам стечь и заморожу. В общем, короче, мы с моей помощницей Дусей сейчас поработаем, да? Да. А потом уже будем отдыхать. Краски осени. Ну, видите, красиво. Да? Да. Дуся подтверждает, что красиво. А у нас еще и ярко. Все. На этом влог закрою. Всем отличного дня, хорошего настроения. Давайте радоваться осенью. А вы тут что на столе делаете? Все. Что, на столе можно лежать, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Дуся, все, ты на него обиделась? Дуся, ну... Они ничем тебе не могут помочь. Они без Фаберже. Дуся, прости, но твои намеки здесь неуместны. Абшерончик давно без Фаберже. Ну, так случилось. Нету в доме нормального кота для тебя. Ты не печалься, мы и твою проблему скоро решим. А пока намекай, не намекай.